Великой Отечественной войне Оказался медвежонок на редкость смышленым, а главное, от рождения характер имел геройский. Не боялся бомбежек, не забивался в углы при артиллерийских обстрелах, лишь недовольно урчал, если разрывались снаряды уж очень близко. Побывал Мишка на Юго-Западном фронте. Затем в составе войск, которые громили фашистов под Сталинградом. Потом какое-то время находился с войсками в тылу, во фронтовом резерве. Потом попал в составе 303-й стрелковой дивизии на Воронежский фронт. Затем на Центральный. Опять на Воронежский. Был в армиях генералов Моногарова, Черняховского, вновь Моногарова. Подрос медвежонок за это время. В плечах раздался, бас прорезался. Стала боярской шуба. В боях под Харьковом медведь отличился. На переходах шагал он с обозом в хозяйственные колонии. Так было и в этот раз. Шли тяжелые, кровопролитные бои. Однажды хозяйственная колонна попала под сильный удар фашистов. Окружили фашисты колонну. Силы неравные, туго нашим. Заняли бойцы обороны. Только слаба оборона. Не уйти бы советским воинам. Да только вдруг слышат фашисты страшный какой-то рык. Что бы такое, гадают они. Прислушались, присмотрелись. Бер, бер, медведь, закричал кто-то. Верно. Поднялся Мишка на задние лапы. Зарычал и пошел на фашистов. Не ожидали фашисты. Метнулись в сторону. А наши в этот момент ударили. Вырвались из окружения. Мишка шагал в героях. Его бы к награде смеялись солдаты. Получил он награду. Тарелку душистого меда. Ел и урчал. Вылезал тарелку до глянца, до блеска. Добавили меда. Снова добавили. Ешь, наедайся, герой-то, фигин. Вскоре Воронежский фронт был переименован в Первый украинский. Вместе с войсками фронта Мишка пошел на Днепр. Вырос Мишка. Совсем великан. Где же солдатам во время войны возиться с такой громадой? Решили солдаты. В Киев придем. За осаде его посилим. На клетке напишем «Медведь – заслуженный ветеран и участник Великой битвы». Однако миновала дорога в Киев. Прошла их дивизия стороной. Не остался медведь-зверинцы. Даже рады теперь солдаты. С Украины Мишка попал в Белоруссию. Принимал участие в боях под Бобруйском. Затем оказался в армии, которая шла в Беловежской пущи. Беловежская пуща – рай для зверей и птиц. Лучшее место на всей планете. Пришили солдаты. Вот где оставим Мишку. Верно, подсосны его, подъели. Вот где ему раздулье. Освободили наши войска район Беловежской пущи. И вот наступил час разлуки. Стоят бойцы и медведь на лесной поляне. «Прощай, Топтыгин! Гуляй на воле! Живей, заводи семейство!» Постоял на поляне Мишка. На задние лапы поднялся. Посмотрел на зеленые гущи. Носом запах лесной втянул. Пошел он валкой-походкой в лес. С лапы на лапу, с лапы на лапу. Смотрят солдаты вслед. «Будь счастлив, Михаил Михалыч!» И вдруг страшный взрыв прогремел на поляне. Побежали солдаты на взрыв. Мертв медвежин Топтыгин. Наступил медведь на фашистскую мину. Проверили много их в Беловежской пущи. Ушла война дальше на запад. Но долго еще взрывались здесь, в Беловежской пущи, на минах и кабаны, и красавцы-лоси, и великаны-зубры. Шагает война без жалости. Нету войны усталости.